В традиции мы всегда начинаем фестиваль военной песни с песен 5-й класса. И сегодня бы хотелось начать этот фестиваль с той песни, которая была написана самой первой. Эта песня в исполнении прозвучит у нас 5-го М-класса. С начала войны, 24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата Василия Ивановича Лебедева-Помича. Сразу же после публикации композитор Александр Александров написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали их в своей тетради. Еще день был отведен на репетицию. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из еще не выявших на фронт групп краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски. СССР впервые исполнила эту песню. АПЛОДИСМЕНТЫ СССР впервые исполнила эту песню. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Большое спасибо «Пятый Е» за проникновенное исполнительство. Следующие приглашаются на сцену «Пятый Д-класс» с оптимистичной песней «Ехал я из Берлина». Поэт Лев Ашанин впервые встроил свои песни, придумал, когда по радио услышали советские части, находясь на поспорах и Берлина. Поэт испытал ощущение победы, большое долгожданное победы. Это событие вошло в душу, сдвинувало все беды и печали войны. Петь мишина «Одни победы». Однажды утром, вспомнила, я услышал, что наши части находятся на подступках в Берлин. И ощущение победы, большой долгожданной победы, отодвинуло все беды и печали войны. И я представлял себе нашего парня, еще почти мальчишку, но уже зрелого солдата, человека, спасшего родную землю и человека, у которого все впереди. И я увидел этого парня, его счастливым звонком по лету домой. И сама с собой пришла емкая и гордая строчка «Ехал я из Берлина». Эту строчку я носил с собой всюду, никому не рассказывал о ней, а песню не писал, не имел права, пока победа не стала свершившимся пактом. Мелодия родилась сразу, не пришлось ничего переделывать. Но Тунаевскому потребовался припев, которого у Ашанина не было. Его написали тут же. Песня была написана в Победном 1945 году. Автором слов является Лев Ашанин. Лев Ашанин в свободное время, с молодости писал стихи, которые опубликовались в местных газетах. Работал на фабрике. Позже поступил в литературный институт. Вскоре началась война. На фронт Льва не взяли. У него было очень слабое зрение. Он отправился на фронт в качестве военного корреспондента. Там он сотрудничал с военными корреспондентами. Выступает перед фронтовиками. За свои заслуги награжден Сталинской премией. Композитор в песне Исаак Осипович-Дунаевский в детстве проявлял музыкальные способности. Был скребычок, гиржолом. Читал лекции о музыке. Возглавлял ансамбль песни и пляски Ленинградского дворца пионеров. Во время Великой Честной войны был художественной воровительный ансамбль песни и пляски железнодорожников. Много выступал во всей стране и удостоен Сталинской премии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Песня казаки в Берлине Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok А уже утром Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий Рustлund Дмитрий Казахстан Дмитрий 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 Hertz На сцену приглашается 5-й Б-класс. Пятый Б-класс. Вспоминаем, как искали. По три ряда. Искали нас быстрее быстрее. Пятый Б-класс. Пятый Б-класс. Пятый Б-класс. Проходим, пожалуйста. Пятый Б-класс. Не толпу, быстрее. Пятый Б-класс. Лер, первый Б-класс. Задурка. Написать песню, в которой выражалась бы протест против войны и призыв к миру, возникла у поэта Евгения Евтушенко. Осенью 1961 года, во время очередной его поездки за рубеж, так как именно во время поездок по странам Западной Европы и Соединённым Штатам Америки, ему неоднократно приходилось слышать одни и тот же вопрос. Хотят ли русские войны? В том же году, вернувшись в СССР, Евтушенко показывает написанные стихи композитору Эдуарду Колномовскому. Первоначальная музыка, написанная Колномовским. Не понравилась ему исполнительную, Марку Бернесу, после чего композитор написал новый вариант, который и стал окончательным. После словам Евтушенко, глав Пун безуспешно пытался запретить песню, как пацифистскую, деморализующую наших солдат. Первое исполнение песни «Хотят ли русские войны?» состоялось в 1961 году, накануне 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Летом 1962 года в Москве проходит Международный конгресс за всеобщее разоружение и мир, на котором делегантам Конгресса были вручены в качестве сувениров пластинки с записью «Хотят ли русские войны?». на английском, французском, немецком и испанских языках исполнения Георга Отца. «Хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» «Хотят ли русские войны?» Продолжение следует... 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 Это «Катюша и День Победы». И сейчас предлагается всем участникам фестиваля и ученикам, и родителям, и педагогам, и членам жюри исполнить песню «Катюша». С вами, пожалуйста. Песня «Катюша» 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 Песня «Катюша»